Сплит-система, электрическая плита и пушистый кот. Единственное, что согревает Наталью Сухишвили в холодной квартире. Газа, а вместе с ним тепла и горячей воды нет уже месяц. И хорошо, что предновогодние морозы в Краснодаре редкость, когда на улице плюс 10, в квартире не больше 15 градусов. Иногда я просто зажигаю духовку, открываю ее, чтобы хоть как-то тепло пошло. Два одеяла, ее мужа и у меня. И вот наш кот, который обычно спит не с нами, он просто прибегает и взрывается тоже в одеяло, чтобы ему было хоть как-то теплее. Два многоквартирных дома, признаются люди, изначально строились как частные. Газ получали из врезки в трубу, пока ее не нашли и не перекрыли. Ситуация типичная. Дома строят без разрешительных документов, продают квартиры, а потом через суд, если повезет, признают жилье законным. Но даже это горе владельцам. Таких квартир помогает не всегда. Никакой подготовленной инфраструктуры обычно от самовольного застройщика потом не остается. А вот людям остается только надеяться на помощь со стороны. Наталья признается, последний шанс для нее – личный прием у губернатора. На встрече с Венемином Кондратьевым девушка рассказала о своей ситуации, которая касается не только ее, ведь в обесточенных домах больше ста квартир. Глава региона тут же спрашивает с городских чиновников. На сегодняшний день уже газопровод у нас смонтирован. То есть для приемки в эксплуатацию данного газопровода Краснодар-Горгазу необходимо проверить проект на документацию. А застройщик что, документацию не предоставляет? Вы в правоохранительные органы хотя бы обратились для начала отношения этого застройщика? Следственный комитет или куда-нибудь? Тогда обратитесь. Если он не предоставит документацию, то в теплых, комфортных условиях он Новый год встречать не будет. Вот если он собирает документы, пусть продолжит собирать, но вы ему это передаете от моего имени. В мэрии пообещали, что до 27 декабря вопрос с домом по улице Очаковская, 10, закроют. Но этот адрес – лишь небольшая часть огромной системной проблемы с незаконными стройками. Бороться с ними надо на стадии котлована, а не доводить дело до судов, уже не раз говорил Вениамин Кондратьев. Терпеть строительный беспредел и закрывать глаза на то, как люди добровольно обманываются. Покупая квартиры в подобных домах больше не будут, заявил губернатор. Мы не уйдем от решения проблемы, конечно, не уйдем. Исходя из того, что вы уже там живете. Но для всех заявляю изначально, что мы завершаем эту практику поддержки жильцам несанкционированных домов. Завершаем. И не надо больше застройщикам недобросовестным прикрываться людьми. В противном случае мы развернем крупномасштабные действия по преследованию в рамках правового поля, уголовного преследования тем, кто незаконно застраивает, а потом еще выставляет как щит людей, которые в их незаконно построенных домах живут, подвергая собственную жизнь опасности, проживая в этих самостроенных домах. Позиция жесткая, но, возможно, только так придет понимание того, что покупая изначально незаконное жилье, даже дешевое, сэкономить в итоге не получится. А самовольные застройщики будут и дальше на этом зарабатывать. С этим согласилась и сама Наталья. На прием к губернатору в Краснодаре пришли не только горожане. Три фермера приехали из Щербиновского района. За 200 километров от дома они продают то, что смогли вырастить. Но в последнее время со сбытом на краснодарских ярмарках выходного дня начались проблемы. Вопрос один у нас. Не дают нам торговать на ярмарках выходного дня в городе Краснодаре мясом птицы. Дело в том, что по всем нормам на ярмарках выходного дня мясо, перед тем, как попасть на прилавок, должно проходить лабораторный контроль. Подобного оборудования не хватает. Вот и получается запретный круг. Разорвать его Венимин Кондратьев предлагает просто. Купить передвижные лаборатории. А чтобы больше стимулировать сбыт сельхозпродукции от мелких фермеров, открыть еще несколько ярмарок в Краснодаре. Есть возможность на 4 ярмарки увеличить Краснодар. То есть сделать 12 ярмарок. И закупить 4 машины именно по Краснодару. То есть вы обращение по 4 машинам подготовьте на мое имя. Потому что я еще раз подчеркиваю, грош цена нам будет, если мы будем призывать селян нашей Кубани заниматься выращиванием сельхозпродукции. Растить крупнорогатые скоты или иную живность. А потом поворачиваться к ним одним местом, потому что не могут ничего продать. Это самое легкое и самое простое, что сегодня мы можем сделать для селянина. Просто обеспечить возможность им сбыта собственной продукции. Если будет возможность, будем еще больше выращивать. Я даже не сомневаюсь. Я даже нисколько в этом не сомневаюсь. Уже на выходе фермеры рассказали. Такое решение губернатора сразу вдохновило их выращивать больше кубанской экологичной продукции. Завтра будем резать птицу. Субботу. На следующую субботу будем продавать уже. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Денис Перец.